Своего отца Сергей не помнил. Мать рассталась с ним в трудные 90-е годы, когда мальчик был еще совсем маленьким. Чтобы в то время решиться на развод, нужно было иметь вескую причину. Вместе выживать обычно легче. Но мать в горькие минуты рассказывала Сережке, что замуж она вышла с дуру. Просто была наивной девчонкой, а отец умел красиво ухаживать. Вот она долго и не раздумывала, пошла с ним в ЗАГС. То, что благоверный пьет, выяснилось только после свадьбы. И все полетело в тартарары. Отец пропивал большую часть своей зарплаты, так что денег на хозяйство оставалось кот наплакал. Да и домашние дела легли в основном на плечи матери, так как, приговорив бутылку, отец засыпал. Пару лет мать пыталась бороться. Отбирала у отца получку, скандалила, грозилась уйти. Но помогала это на короткий срок. А потом все возвращалось на круги своя. Квартира, по счастью, принадлежала матери. Досталась ей в наследство от бабушки с дедушкой. Мать продала ее и вместе с трехлетним Сережкой уехала в небольшой провинциальный городок. С тех пор все свои силы мать отдавала воспитанию сына. Есть такая поговорка. «Знать бы, где упадешь, соломку бы подстелил», – говорила она Сереже. И добавляла. «Вот я и стараюсь стелить тебе соломку на основании своего жизненного опыта». Мальчик согласно кивал. Жизнь показывала, что мама действительно всегда права. Работала она много, медсестрой в травматологическом отделении. Были и ночные смены, и сиделкой подрабатывала, чтобы принести лишнюю копейку в дом. О помощи ее просили часто. В травматологию то и дело попадали мужчины и женщины с переломами. Им требовался уход. А близкие не всегда могли сорваться с работы, чтобы подкормить лежащего, сменить белье, вынести утку. Расплачивались родственники не только деньгами. Все нелегкие годы валютой служили и продукты, и вещи, и стиральный порошок. Мать, в свою очередь, потом с кем-нибудь менялась, принося домой нужное для своей маленькой семьи. Одно ее не устраивало в работе. То, что Сережка постоянно оставался без присмотра. Поэтому она постоянно звонила домой и руководила. Котлеты в сковородке на плите. Молоко в холодильнике. Холодное не пей. Не забудь подогреть. Проверь, выключил ли плиту. У тебя завтра контрольная по математике. Повтори все, что велела учительница. Телевизор до полуночи не смотри. Заведи будильник на семь утра. Сережка привык повиноваться. Во-первых, ему жалко была мать. Он видел, как она устает. Во-вторых, он убеждался не раз, что если не послушаться, выходит лишь себе дороже. Мама не велела водиться с Витькой, а он сбегал к приятелю, когда была возможность. И пожалуйста. Вместе они прыгали с гаражей в сугробы, и Сережка угодил к маме в травматологию, с вывихом ноги. Допрыгался? Спросила мать и тут же наказала. Чтобы больше никогда. Сережка не раз слышал, как люди восхищаются его мамой. Тем, что она одна, без мужа, умудряется не только растить сына, но и так много ему давать. Например, когда у мальчика обнаружились явные музыкальные способности, мама отдала его в школу искусств, а потом купила хорошую дорогую гитару. А в старших классах, когда всех пугали ЕГЭ, мама наняла Сергею репетитора, хотя далеко не все родители могли себе такое позволить. Правда, тут у них впервые вышла некоторая заминка. Сергей хотел поступать в музыкальное училище, и преподаватели его на этом настаивали, да и рос парень явно творческим человеком. Часами мог просиживать с гитарой в руках, разучивая новую мелодию, добиваясь того, чтобы звучала она виртуозно. А потом просто валялся на диване без дела, глядя в потолок, о чем-то мечтая. Мог сорваться к друзьям на праздник, был там всегда душой компании. А на другой день ходил мрачный, раздражался по пустякам, называл себя бездарностью. Матери все это очень не нравилось. Она считала, что имея такой характер, Сергей рано или поздно может запить, тем более у него наследственность. Да и что за профессия, гитарист? Сегодня при деньгах, завтра в кармане пусто. И мать стала настаивать на том, чтобы сын поступил в политехнический. И ехать никуда не надо, политех был единственным вузом в их маленьком городе, а выучиться Сергей на инженера без работы не останется. Так в их жизни появился репетитор, пожилой преподаватель математики Никита Васильевич, которого Сергей считал страшным занудой. И хотя Васильевич буквально на пальцах умел объяснить то, что Сергей никак не мог понять в школе, интерес к предмету у парня так и не проснулся. Но все же экзамены он сдал прилично и в очередной раз поддался маминым уговорам – поступил в политех. Пожалел мать, ей так нелегко было его растить и учить, и не посмел Сергей сорваться в областной центр в музучилище, чтобы исполнить свою мечту. Учиться ему было трудно, нелюбимые предметы, чертежи, на гитару времени не оставалось. А тут еще мама привела домой девушку с явной целью устроить сыну личную жизнь. Наташа словно воплощала представление матери о хорошей невестке. Скромная, тихая, не избалованная, легко справлялась со всей домашней работой. А самое главное, Сергей ей, видимо, сразу приглянулся. С самого начала стала Наташа на него смотреть восторженными глазами. Но тут-то парень и почувствовал себя окончательно в западне. Несколько раз в неделю, вернувшись из института, он заставал дома девушку. В кухне витали вкусные запахи. Наташа с мамой то печенье испекут, то пирог, сидят, чай пьют. Мама рассказывала о годах минувших, теперь она гордилась прошлым. Через многое ей довелось пройти, пока растила Сергея. Трудно было, не приведи Господь. Однако усилия ее не прошли прахом. Сын оканчивал институт в доме уют и достаток. На день рождения Сергея у мать решила сделать ему подарок. «Поженитесь с Наташей», сказала она, «и я оплачу вам свадебное путешествие. Махнете куда-нибудь, в Турцию, например, а на свадьбе можно сэкономить, устроить все скромно». Наташа не возражает. Вот тогда-то Сергей и испугался по-настоящему. До него вдруг как-то сразу дошло, что это навсегда. Мама, как всегда, настоит, он, как всегда, уступит. Женится на нелюбимой девушке, пойдет на нелюбимую работу, потянется время год за годом, так и жизнь кончится, не заметишь. Когда отмечали день рождения, в самый кульминационный момент мама с бокалом шампанского в руке произнесла, обращаясь к гостям. А теперь Сережа хочет вам всем что-то сказать, новость объявить. И в этот миг Сергей не выдержал. Выбежал в коридор, сорвал с вешалки куртку. Ему повезло, у лифта уже стояла какая-то девушка, и кабина тут же открылась. Спускаться им обоим предстояло с 16 этажа, и Сергей успел разглядеть незнакомку, выкрашенные в черный цвет волосы, завязанный в пышный хвост, смуглое личико, подведенные глаза, блестящий плащик, стянут пояском на немыслимо тонкой талии. Девушка показалась Сергею такой красивой, что у него даже рот приоткрылся. А потом он вспомнил, в какое отчаянное положение попал, подумал, что ничего не теряет, и выпалил. «Красавица, выходи за меня замуж, а?» Он не сомневался, что девушка испугается, отшатнется от него, приняв за пьяного или за неадеквата. Но она неожиданно рассмеялась. Зубки у нее оказались белоснежными, а смех звенел, как колокольчик. «Ну ты даешь!» «Думала я одна бы странно решение!» Из лифта они вышли вместе. Сергей крепко держал девушку за руку и повлек ее в близлежащий парк, просто чтобы поговорить спокойно. Новую знакомую звали Аглая. Она рассказала, что приехала в город на несколько часов, только чтобы повидаться с бабушкой. Скоро ей нужно будет спешить на автобус. Аглая работала в цирке, который приехал на гастроли в областной центр. Так что грех было не воспользоваться возможностью и не навестить старушку. Сказала девушка. «Я и так бабушку редко вижу, завтра уже не смогла бы приехать. Представление. А сегодня выходной». Оказалось, что Аглая – дитя опилок. Родители ее тоже цирковые артисты. Детство – это гостиницы, переезды, манеж, напряженная работа. «А что у тебя за номер?» – с замиранием сердца спросил Сергей. «Воздушная гимнастика?» Аглая покачала головой. «Нет, мне это родители сразу запретили. Вон вчера во время выступления лялька-подружка моя едва не сорвалась и лонжу как на грех неправильно закрепили. Нет, у нас хищники, четыре тигра. Я выступаю с отцом и старшим братом». «Да разве ж хищники, это не опасно?» Аглая пожала плечами. «Опасно, конечно, особенно, когда берешь в работу нового зверя. Но я росла с тиграми и львами, так что привыкла к ним, как другие люди, к кошкам». Сергею трудно было это понять. Мама никогда не разрешала ему завести даже котенка, так что дома царила почти больничная чистота. «Кстати», вспомнила Аглая, «нам нужен помощник, ну там кормить, убирать, за реквизитом смотреть, так что если ты хочешь продолжить знакомство…» Несколько секунд Сергей колебался, но расстаться с Аглайей и вернуться домой этого он просто не мог. «Хорошо», кивнул он, «только дай мне на две минуты твой сотовый». Мать схватила трубку сразу же. «Ты где?» «Со мной все хорошо», – торопился Сергей. «Я уезжаю, не надо меня искать, я потом дам о себе знать». «Постой!» – кричала мать. «Погоди, все будет так, как ты захочешь!» Сергей протянул телефон Аглае. «Теперь тебе нужно будет сменить симку», – сказал он. «Иначе мать не даст покоя, будет звонить на этот номер». Так и поехал Сергей за Аглаей в областной центр, считая с пустыми руками. Только поясная сумочка с документами была у него с собой. По какому-то наитию, торопясь покинуть дом, он схватил ее в последнюю минуту. Однако цирковых артистов, видимо, ничем нельзя удивить. Валерий, отец Аглаи, без вопросов согласился дать Сергею работу. Нашлось и место в гостинице, в одном номере со старшим братом девушки – Русланом. Гостиница была старой, тут водились тараканы и часто не было горячей воды, зато цирк рядом. Новая жизнь настолько отличалась от прежней, что каждое утро, просыпаясь, Сергей не верил, что все это происходит с ним. Быт оказался непростым. Денег у парня не было и приходилось обходиться без самых необходимых вещей. Ели артисты два раза в день – поздний завтрак и поздний ужин. Все тут держали форму. И даже Аглая не рисковала брать по утрам второй бутерброд, боялась поправиться. Вечера же порой заканчивались пьянкой. Сергей не хотел показаться маменькиным сынком и первое время пытался пить на равных со своими новыми друзьями. На другой день он вставал с тяжелой головой, видел кругом бардак, разбросанные вещи, остатки еды на столе. Руслан еще спал, когда заходила горничная и качала головой, начиная уборку. «Это какое ж свинство развели, самим-то не противно жить в грязи!» Но хуже всего были тигры. Полосатым артистам дали имена героев романа Дюма. Самым тяжелым характером обладал Портос. Сколько раз Сергей стекленел под взглядом его янтарных глаз. А тигр, видя, как этот «человечишка» боится его, презрительно метил своего нового слугу пахучей струей. И хотя семья артистов уверяла Сергея, что четыре хищника ничего ему не сделают, парню приходилось призывать на помощь все свои силы, чтобы войти в клетку. Его нелегкую жизнь могла бы скрасить любовь Аглаи, но девушка заигрывала со многими молодыми людьми. Были у нее привязанности и среди артистов. Сколько раз Сергей, взмокший от пота, источающий после уборки клеток отнюдь не лучшие запахи, видел, как Аглая курит где-нибудь в коридоре со знакомым фокусником или жонглером. В такие минуты парню хотелось не просто выть, он готов был даже сунуть голову в пасть в Портосу, только бы эти мучения наконец закончились. А потом был день, вернее вечер, представлений по понедельникам не давали. Сергей не видел Аглаю с утра. Видимо, плохое настроение было не только у него, но и у Портоса. Когда Сергей кормил тигра, тот раздраженно махнул лапой и располосовал парню ногу ниже колена. Не так уж сильно, но штанина сразу набрякла от крови. Рану нужно было перевязать и, может быть, даже зашить. Сергей захромал меж клеток, надеясь отыскать кого-нибудь из дрессировщиков. Из приоткрытой двери лился свет. Сергей хотел постучать, но то, что он увидел, заставило замереть на месте. Аглая и один из ее приятелей артистов сидели прямо на полу, пили из одноразовых стаканчиков вино и смеялись. А затем артист бесцеремонно обнял девушку, привлекая к себе, словно она была его собственностью. В гостиничном номере Сергея встретила тишина. Парень наскоро перевязал ногу и вызвал такси. Пришлось отдать все деньги, которые он тут заработал, но зато уже через два часа машина остановилась у родного подъезда. И были слезы мамы и Наташи. Оказывается, все это время девушка то и дело забегала к ним домой, чтобы узнать, нет ли весточки от Сергея. И ночная поездка к маме в отделение, где парню наложили швы, а потом – уют его собственной комнаты, мягкий свет любимой лампы. «Только не пропадай больше», – твердила мама, – «я больше ни на чем не буду настаивать. Гитара, музучилище, друзья, что хочешь, можешь снять квартиру, только не пропадай. Сергей лишь сейчас, впервые в жизни осознал, что мама уже не молода и что она смертельно устала». Он погладил ее по руке и этот жест сказал ей больше, чем любые слова. Наташа вошла, неслышно ступая. Она несла чай, опустила чашку и блюдечко с печеньем на столик возле Сергея. Он посмотрел на девушку, и она показалась ему удивительно красивой. Он был удивлен, как раньше этого не замечал. Но ничего, теперь у него будет время.